Когда я собираюсь на работу, я всегда в предвкушении своих красивых клиенток и позитивных эмоций. Я обожаю свою работу, я ни капельки не пожалела, что выбрала профессию визажиста, и я очень счастлива. Каждые три месяца езжу на повышение квалификации к топовым визажистам Украины и стараюсь привозить в наш город какие-то новые фишечки, новые технологии, новые техники, новую косметику. Что такое аромакияж? Это первое, стойкость, и второе, он выравнивает идеальный тон лица, он делает эффект фотошопа. Если меня попросят сделать обычный макияж, я не соглашусь, потому что я не работаю без аэрографа. Аэрограф отвечает за стойкость и за качество макияжа. Это мое имя, и я отвечаю за качество, так как я работаю на люксовой косметике. Существуют визажисты, которые подчеркивают этот миф. Когда, например, ты выходишь от визажиста, да, а визажист тебе делает самую грубую ошибку, когда возрастной макияж, это когда наносится в область морщинок очень много тона, плотного тона и очень много консилера. А этого делать нельзя. Нужно все делать минимум. И тогда возрастной макияж у тебя будет идеальный. Например, Сердар Камбаров – это визажист топового уровня, один из лучших визажистов Европы. Он очень много делает макияжа в Европе. И я к нему попала на мастер-класс. Это было много эмоций, которые я получила, много знаний, много новых техник, много новых фишечек для себя, которые мне не давали в Украине. Мечта-мечта. Поехать в Минск на повышение квалификации к Ольге Доминой. Когда я выбрала профессию визажиста, я поставила для себя планку, что нужно быть в этом деле первой. Нужно работать на хорошей косметике, нужно ездить к лучшим топовым визажистам, чтобы мой клиент был всегда доволен. Самое главное в моей профессии визажиста – это я выделю три пункта. Это контакт с клиентом, мастерство и аккуратность на лице. Для меня самое главное – это семья. Если ты будешь счастлив в семье, ты будешь счастлив на своей любимой работе. Это и радость, это и счастье, это эмоции. Я очень благодарна своей семье за то, что они поддерживали меня, когда были трудности на моем карьерном пути. И они всегда были рядом. Это моя поддержка и опора.